Привет! С вами 341-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко, сам по себе Вадим Никеев и мифический фулстек Андрей Мелехов. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронт-энда за прошедшую неделю. И снова те же самые, но, не знаю, может быть, мы в следующих эпизодах попробуем поразнообразить наше присутствие. У нас есть еще другие ребята. Так вот, о чем мы сегодня поговорим? Safari Technology Preview — свежий релиз. У нас есть некоторые более популярные версии того, как Interop будет выглядеть в 2022 году. Браузеры собираются поменять внутренние таймеры. Я думаю, Никита нам расскажет. У нас, возможно, появится спецификация, которая позволит менять интонацию, скорость. И, в общем, CSS Speech. Очередной быстрый тайп-чекер для ТС. Ну, посмотрим, зачем это нужно. Фантастическое будущее CSS. Мы, наконец, сможем хранить там стейты, и в CSS появятся стейт-машины. Я не шучу. И, наконец, может быть, пора нам отказываться от CSS NGS и немножко похолеварим в самом конце. Совсем не чужой мне проект ДОКа, который я помогал запускать, разразился новым разделом. Он называется «Доступность». И это буквально то, чего вы ждали. Раньше в ДОКе были статьи по доступности отдельные. Там про скринридер была статья. Были какие-то упоминания. А теперь появился новый цвет на сайте. Цвет – значит новый раздел. И теперь там уже приличное количество статей про всякие штуки, связанные с доступностью. Например, обзоры, введения и подобные вещи. Плюс разбор конкретных ролей и ари-атрибутов и спецификаций в iAria. Многие из этих разделов, вернее, многие из этих статей про отдельные, допустим, ари-левел, ари-чект, ари-экспандед и прочие штуки, которые нужны для того, чтобы создать какой-то современный интерфейс, они помечены карандашиком. Карандашик – это значит, что туда очень базово накидали основу, то есть название, возможные значения, но туда было бы классно засунуть еще пример употребления, какую-то браузерную совместимость, какие-то случаи жизни и так далее. То есть, как и многие статьи в ДОКе, когда она только запустилась, в октябре 2021-го были помечены карандашик, а мы сейчас, карандашики потихонечку исчезают. Также сейчас многие статьи прям подсказывают вам, что туда нужно зайти и поделиться вашим опытом, потому что, ну, это open-source документация. В общем, это все случилось благодаря тому, что команде присоединила статья на Фокина. Она, кстати, написала ту одну из первых статей отдельных про скринридеры в ДОКе. И теперь, по-моему, это статья переехала в этот раздел, если я не ошибаюсь. И благодаря Татьяне, одной из немногих людей в русскоязычном сообществе, занимается доступностью, вот расстроил целый раздел. Присоединяйтесь к контрибьютингу, ну или просто читайте. Ну и к новостям браузеров. Всегда найдется какой-нибудь браузер, который порадует меня перед записью подкаста. Кстати, я, если что, сейчас сижу в браузере ARC. Вот я сейчас решил попробовать разное. И я уже говорил, что я сидел в браузере Firefox, потому что, ну, почему бы и нет. Ну, не смог, к сожалению, все-таки. А ARC, он на Chromium. И, знаете, вполне себе иногда даже интересно в нем сидеть. Но поговорим мы сейчас все равно про Safari. Вышел Safari Technology Preview 156. Сначала я такой смотрел, но опять на этот огромный список фиксит, 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 апдейтед, фиксит. Ну, наверное, ничего рассказать особо не будет. Но нет, я все-таки нашел вещи, которые интересные и новые. Вот очень жалко, что у них все-таки действительно нет таких релизноутов, которые подсвечивают самое важное. И такие, типа, мы прям сделали новую штуку. Приходится искать это слово implemented. Что из интересного? Во-первых, они добавили то, что есть давно в том же самом Chromium, поддержку консольных сниппетов. То есть теперь не надо хранить в буфере обмена или где-то там в своей маленькой библиотечке сниппетов то, что вы хотите выполнять браузеры. Оно у вас будет прямо в браузере такое хранилище. Я, в принципе, такими штуками пользуюсь часто. У меня прям есть своя маленькая библиотечка сниппетов для дебага, для тестирования каких-то вещей. Ну, в общем, просто удобные штуки. Ну, прикольно. То есть те, кто дебажатся в Safari, у них тоже такая библиотечка появится, я за них рад. Еще из интересного, они добавили интерполяцию анимаций для расширенных цветов. Я думаю, те, кто дебажил когда-нибудь градиенты в Safari, они замечали, что там иногда бывает очень интересное поведение, потому что на самом деле там по спецификации... Ну, короче, это старая известная проблема. У тебя есть два цвета, ты пытаешься между ними высчитать, какой средний должен быть в градиенте. И есть эти картинки в твиттерах и прочих интернетах, что разные браузеры ведут себя по-разному. Так вот, для расширенных цветов они решили вести себя правильно. То есть так, как ожидается, чтобы было красиво, в том числе потому, что сами по себе эти расширенные цвета, они как будто бы уже написаны под новые цвета, новые цветовые пространства. По-моему, они так называются, но если нет, простите. В общем, когда вы будете анимировать цвета, интерполяция будет рассчитываться с учетом этих новых цветовых пространств. Но тут нужно учитывать, они говорят, что это расширенные цвета. Под расширенными цветами понимается новый синтаксис. Синтаксис Color, OKLC, вот этот вот. Я когда-нибудь запомню эту функцию. Новые способы задания цветов, то есть старые RGB, к сожалению, будут работать, как и работали. Причем тут не то чтобы, к сожалению, это в том числе нужно для того, чтобы веб не сломать. Мне кажется, они вполне себе могут взять и сделать, чтобы все было хорошо, но тогда все сайты, которые свои костыли вставляли исключительно для Safari, у них просто все сломается. Оно будет выглядеть по-другому, и это не круто. Поэтому они вынуждены оставить эти баги, но зато для всего нового будет работать хорошо. Пока что они только добавили эту поддержку. Возможно, там еще будут баги, понятное дело. Но для этого и нужен Technology Preview. Поэтому если вы с цветами активно работаете, потестируйте, и может им фидбэк какой-нибудь пришлите. Еще они добавили в API возможность работать CSS StyleSheet Objects. В чем суть? Вы можете, конечно, CSS добавлять при помощи линк там, стайл и вот этого вот всего, но по факту есть возможность создавать прям CSS-таблицу из джаваскрипта. И для этого и нужен вот этот CSS StyleSheet Object, который вы делаете, ну вот просто new, сконструируете, и вы начинаете с ним работать. И беда в том, что в Safari его долгое время не было. Так вот, они его включили. Теперь оно работает. Этот Constructible StyleSheets это еще не просто удобство с точки зрения там, джаваскриптового API, это еще важная часть для веб-компонентов. Дело в том, что этот Constructible StyleSheets давно поддерживается в Chrome, например, и это один из способов, как сделать так, чтобы у вас, допустим, множество компонентов с одним и тем же файлом стилей не шипили с собой этот файл стилей, поскольку там у веб-компонентов все инкапсулировано в код этого компонента, чтобы они могли откуда-то подключать и конструировать этот StyleSheet, и это все не дублировалось бы в памяти браузера, не раздувало бы ваше веб-приложение. В общем, это была важная фича для того, чтобы работать со стилями в веб-компонентах, и, наконец-то, в Safari она появилась. Это тоже важный milestone для веб-компонентов. Ну, и в целом, там есть всякие оптимизации для того, чтобы... Ну, когда вы просто вставляете, например, что-то в HTML, ну, есть же способ создать Style при помощи тега Style, да? Тоже, по идее, вы создаете StyleSheetObject, но только он внутри браузера, и может к нему доступиться, очень хитро потом доступиться. Но по факту, что вы делаете? Вы парсите верстку, вы вставляете в нее что-то, браузер должен ее просчитать, полностью все перерендерить, включить все механизмы, там, сброса кэша и так далее. Это не самый лучший способ добавлять стили на страницу. Ну, как, это нормальный способ, и много кто пользуется, но если вы это делаете через JS, там включаются всякие оптимизации. Ну, короче, можете использовать, и в Safari Technology Preview оно у вас просто тоже начнет работать, если вы, например, в Chrome таким пользовались. Это что, тизер к нашей сегодняшней теме про CSS and JS, да? Ну, немножечко затравочки. Ну, и, наверное, самая такая ожидаемая вещь, которую они очень внизу этих релизноутов оставили, я вот пока доскролил, они реализовали импорт мэп. Что такое импорт мэп? Это если вы в Node, например, в Node.js подключаете модули, там Node.js из коробки умеет как-то хитро резолвить пути, то есть вам не нужно писать полноценный путь, две точечки, слэш, нод, модуль, слэш, там, ну, короче, прям относительный путь к файлу. Из коробки у вас там правильно резолвится, ищется где-нибудь в каких-нибудь папках, как это, ну, короче, есть правило, по которому он пытается найти этот модуль, и просто по имени вы там делаете импорт. Что-то из Lodash, например. Так вот, в браузере это так сделать было достаточно непросто, а при этом мы используем импорты, которые очень хорошая на самом деле штука. И как это с Node.js вместе скомпоновать, есть большой вопрос. Ну, тут дело даже не только в Node.js. Мы сейчас клиентский JS пишем, как, разбиваем его на компоненты, а внутри этих компонентов импортируем какие-то библиотеки. И мы целиком и полностью полагаемся на резолвер веб-пака, который такой, так-так-так-так-так-так. Тут импортируется просто какое-то имя, где мне его найти. И он либо ищет там где-то в Node.modules, либо он ищет где-то там, где ты в конфиге веб-пака указал. Ну, в общем, подобные вещи. А тут, по сути, ты можешь сделать так, чтобы браузер эти импорты сам сделал без веб-пака, то есть прошелся по ним правильным образом. Я очень надеюсь, что веб-пак эти импорт-мэпы научится читать и врубаться, и по ним тоже ходить, опираясь не только на свое внутреннее понимание, где могут лежать эти штуки, а опираясь на буквальные инструкции, где они должны лежать. Ну, может, это что-то сломает, конечно. Но как он их может прочитать, если мы их прописываем в тегах? Не-не-не. Ну, какой-нибудь лоудер для HTML, я не знаю, парсить. Ну, слушай, просто, знаешь, вот эта вот ситуация, типа курица-яйцо, сначала появился веб-пак, поняли, что нам нужно это. Мне кажется, сейчас очередь веб-пака сделать так, чтобы... Нет, мы должны дождаться импорт-мэпов, которые лежат в файликах. Ну, и тогда он сможет их парсить. Ну, или так. Я, кстати, не знаю, можно ли там класть их в JSON-файлы. Давайте, во-первых, слушателям расскажем, а что это за импорт-мэпы такие. Это мы такие знающие обсуждаем. Вы можете написать на страничке script type import map, и внутри вы пишете, ну, такое JSON-описание, что тоже интересно, непривычно. Я-то привык JS писать там, или CSS внутри HTML, да, а тут я пишу JSON внутри тега скрипта. Дальше вы пишете import двоеточие, открываете фигурную скобочку, и дальше начинается таблица, ключ-значение. Вы говорите, что, например, для LADESH'а двоеточие, и указываете путь, где брать файл для LADESH'а. И там, не знаю, для moment.js, moment двоеточие, и путь до moment.js. Там jQuery. Ну, в общем, все, что хотите, можете связать, и по факту у вас получаются такие алиасы в какой-то мере. По факту старые импорты, которые работают исключительно с относительными абсолютными путями, они все еще работают, их никто не сломал. Но вы можете конкретно указать instance. Вот хочу работать с jQuery. Вообще, конечно, подключать jQuery через нативные импорты. Ладно. Ну, допустим, вы зачем-то это захотели сделать. И вот вы делаете импорт с двоеточия jQuery путь до jQuery. И когда уже делаете непосредственно вызов в JavaScript коде импорт jQuery from что-то, вы пишете просто jQuery. Это все склеится. Так вот я тут, кстати, согласен с Андреем, что реально тут, кажется, надо как с браузер-листом. То есть есть какой-то файлик, который потом расклеивается по всем остальным местам. То есть тут нужен не веб-клоудер, который идет в HTML, пытается что-то там прочитать, а нужна JSON-ка, которая лежит у вас в проекте с вот этим самым маппингом. А там уже дальше оно и на Node.js окружение идет, куда-нибудь в HTML вставляется. Ну, то есть это более правильный подход, потому что это конфиг какой-то, который должен быть вынесен. А у нас же есть JSON-лоудеры уже в браузерах или не особо? В смысле, ну, вот JSON-модули точнее, или как это называется точно? Ну, вот мы, по-моему, анонсировали, что их потихоньку где-то имплементируют. Но я прям не видел статьи полноценной, что оно работает и используйте. А, нет, подождите, не нужно, не нужно. Все, забыли. Вопрос нерелевантен. И импорт мэпы можно класть в отдельные файлы с расширением JSON или импорт мэп или JS и просто подавать с правильным мем-тайпом application import map JSON. Это есть спецификации, но я не уверен, что это уже реализовано в браузерах. Хороший вопрос. Ну, вообще, у хрома это с 89-й версии аж. Сейчас хромы какие? 106-й, 107-й или типа того. А импорт мэпы уже, ну, сколько? Только с прошлого года, наверное, с релизным циклом хрома таким. Вот Safari сейчас тоже подвезли. Ну, кажется, полезная фича, когда если вы хотите строить ваши веб-приложения не на фантазиях веб-пака, а на основе веб-платформы, чтобы условно даже без инструментов все это могло заработать. Более того, я уже на эту тему высказался немножко. Мне кажется, можно сделать следующий шаг. Если, допустим, веб-пак это будет поддерживать эти импорт мэпы как основу для своего... Более того, не знаю, веб-пак может хранить этот файл своих вот этих резолов в формате импорт мэпа, чтобы можно было явно понять, где и как это работает, а не просто во внутренних конфигах. И другие лоудеры, и другие там бандлеры тоже могут на этом формате основываться. Мне кажется, это прям или уже происходит, или точно должно произойти. Ну и, кстати, рефакторинг станет удобней. Ну то есть, если раньше надо обновить во всех местах, где ты относительный путь пишешь, если там библиотеку обновил, и она у тебя содержит имя, ну в смысле версию внутри, то сейчас ты в одном месте поправил, и кажется, оно обновилось, и пошел, запустил тесты. Мне кажется, можно даже так автоматизированный тест обновления даже запилить. То есть он просто обновляет конфиг, смотрит, что сломалось, что не сломалось. В общем, идей много. Но, опять же, из-за того, что оно поддерживалось далеко не везде, опять же, я нигде не видел статуса имплементированного полностью. Поэтому я пока в эту сторону особо не смотрел, но вот сейчас, кажется, повод задуматься, а может уже и пора. Кстати, про Safari. На этой же неделе вышел браузер от DuckDuckGo, защищенный, на веб-кеке. Но вот только как я понимаю, это все-таки не полноценный браузер, а вот как мы в прошлом выпуске обсуждали сокет, что они открывают WebView и внутри него уже что-то делают, вот кажется, что браузер DuckDuckGo построен таким же образом. То есть они взяли WebView от Safari и поверх него докрутили своих фишек. Точно так же, как они его сделали когда-то уже на мобильном. И вот эти фишки — это вся эта защищенность, кнопочка, которая все стирает, и какие-то еще их собственные небольшие доработки. Ну подожди, а почему ты называешь браузер DuckDuckGo неполноценным исключительно потому, как у него внутренняя архитектура устроена? Потому что они не могут подлезть глубоко и сделать, ну я не знаю, вот свою реализацию импорт-мапов. А, ну они же не претендуют на то, чтобы быть браузерной компанией. Они претендуют на то, чтобы пользователи пользовались легким браузером безопасно. То есть это условно не Firefox... Ладно, давай так. Это не Edge, который контрибьютит в Chromium. Это даже не Яндекс.Браузер, который пытался что-то делать и явно модифицирует исходники Chromium. Это не все остальные, там, не знаю, браузер Opera, который раньше контрибьютил в Chromium, сейчас, не знаю, перестали или нет. Это скорее взять иконку и просто зашипить DMG-файл, который, по сути, запускает встроенный системный веб-кит и рисует внутри него уже. Ну, видимо, он рендерит веб-интерфейсы на веб-технологиях. Почему бы нет? Ну, то есть у ребят нет таких амбиций. Да, но если мы берем другие безопасные браузеры, тот же самый Brave, они отстают от Chromium. Почему? Потому что они исследуют код каждой версии, проверяют, не появилось ли там что-то опасного, и только потом выкладывают свою версию, где они уже все почистили, добавили, собрали. А вот здесь получается, что ребята говорят, вот мы тоже классный безопасный браузер, но мы не управляем тем, что у нас там внутри. Оно приезжает к вам из системы. Ну, именно поэтому они выбрали веб-кит, а не Chromium, потому что веб-кит, скажем так, и так уже вкладывается, по крайней мере, в публичном поле, и я думаю, внутри тоже все примерно так, в безопасности, нейтральность, приватность и все такое. То есть не каждое ваше нажатие с клавиатуры, он не шипит в Google, поэтому не нужно этот код убирать, понимаешь? И аналогично они взяли хорошую основу. То есть сейчас, по-моему, если взвесить приложение на файловой системе macOS, браузер весит 17 мегабайт. Некоторые сайты весят больше, а тут целый браузер. Потому что это просто оболочка вокруг системного веб-кита. Chromium на моем диске весит около 900 мегабайт. Мегабайт. Ну, сравните. Давайте поговорим немножко про совместимость браузеров. Мы периодически эту тему закидываем, и мы уже несколько раз говорили про инициативу. Мы сначала говорили про инициативу Compat 2021, в этом году мы говорили про Interop 2022. Кстати, я тут, оказывается, узнал, что Compat и был переименован еще в 2021 году в Interop. Просто мы его по привычке как Compat обсуждали. Вышла такая интересная статья, немножко даже не техническая, а скорее про людей и про взаимодействие, про то, как браузерные вендоры хотят вылечить более разработчиков при помощи этой инициативы. И, с одной стороны, что-то технического-то обсуждать, но я нашел интересные всякие факты, про которые я раньше не задумывался. Напомню, что такое инициатива Interop 2022. Это браузеры собрались такие. Давайте мы выделим сферы, на которых сфокусируемся, в которых мы постараемся вести себя одинаково. И метрикой одинаковости они взяли Web Platform Tests. То есть, условно, есть там флэксбоксы, под них есть тесты. Давайте сделаем так, чтобы у нас во всех браузерах тесты проходили. Ну и попутно они еще тесты эти дописывают. То есть, если находят какие-то интересные поведения, они добавляют этот тест и во всех браузерах стараются сделать, чтобы было одинаково. И в прошлом году это привело к интересным результатам. Багов было много пофикшена. Какие-то там Chrome целый движок переписал под таблицы и так далее. В этом году они тоже активно работают. Но мне оказалось интересно узнать чуть больше, откуда вообще эта инициатива и как это все работает. Ну то есть, мы обсуждали, что браузеры собрались и решили. Ну почему вообще? И на самом деле тут работает простая статистика, как я понял из этой статьи. Суть в том, что в статье как раз как проинтервьюировали в какой-то мере. Где-то я видел просто через твиттер, то есть просто цитаты твитов. А где-то прям, видимо, сходили к людям и спросили, потому что там есть источник из Microsoft. Человек не назвался, но он сказал. Вот. В чем суть? Есть браузерные разработчики. Они, ну как бы, работают и работают. Они реализуют фичи. Вроде спеку реализовали, и кажется хорошо. Но есть веб-разработчики, у которых издревле работа сделает так, чтобы во всех браузерах все выглядело более-менее одинаково. Ну хотя бы в тех браузерах, в которых заказчик сидит. А он иногда два браузера нет-нет, да и откроет. И как бы это кажется не круто, потому что хочется, чтобы разработчики просто писали, что я хочу, чтобы оно работало. Все. Я протестировал, не знаю, в Firefox я протестировал, Safari работает. Вот мечта. Хотелось бы. Ну понятно, что скорее в Chrome я протестировал, и оно везде работало. Ну в общем. Ну зависит от DX важнее UX. Нужно как бы... DX должен быть для того, чтобы разработчики делали больше UX. Ну то есть это не важнее, это вещи, которые важны обе очень сильно. Опять же, UX может сломаться просто потому, что интероп не работает, условно, компутабилити нету, и ты сделал классную фичу, а UX не работает в каком-то конкретном браузере. Мне кажется, вот эта вот идея, что хороший DX приведет к хорошему UX, это одна из вообще величайших мисконцепций, обманов современного фронтенда, который приводит к огромным проблемам с UX. Но это отдельная большая тема. Ну, можем как-нибудь похалеварить, но все-таки здесь разработчики в какой-то момент именно браузерные, они подумали, так это, а может попробуем вообще... Во-первых, объединимся и объединим наши знания, что тоже интересно, потому что условно там те же сабгриды в Firefox, они реализованы давно. В хроме мы их до сих пор потрогать нормально не можем. Ну то есть у нас по факту в очень маленьком по процентному соотношению в браузере есть сабгриды. А хочется. Некоторым они прям нужны. Хотя как-то без них все еще живем, но с ними будет хорошо. И почему бы не взять и не использовать опыт того же самого Firefox, да, и внедрить это в другие движки. Опять же, история про тесты. У нас есть тесты, мы по ним реализовали, и работает, и ладно. Но кажется, разработчики в других браузерах могли столкнуться с тем, что, не знаю, вот этот тест сложнее реализовать. Вот, может, нужно еще один тест дописать. Может, нужно спецификацию уточнить, и так далее, и так далее. Ну и, в общем, мне здесь понравилась история, что, я так понимаю, по рассказам, браузеры реально здесь объединились для того, чтобы сфокусировать свое внимание. И тут не только мы говорим про браузерные компании, можно сказать еще и про компанию Bacub. Они делают фокус на доступности, на инклюзивности, вот это вот все. И они приходят и помогают браузерам моделизовывать какие-то вещи. Мы про них тоже немного раз говорили. У них классные статьи, кстати, тоже есть, про то, как они это делают. И, в общем-то, инициатива получилась классная. Что интересно, Apple, оказывается, тоже у истоков, как среди тех, кто эту инициативу и проявляли. Вот несколько раз обсуждали, что, возможно, их туда затащили, чтобы они публично как-то это начали делать. Но нет, WebKit стоит как раз среди тех, кто, да, мы хотим. Мне кажется, их забулили в это все, потому что, когда тебе пол интернета кричит на тебя, что ты новый Е, нужно придумать, как вообще от этого выкрутиться. Повторюсь, я уже когда-то говорил, что это очень был плохой аргумент. И вообще так себя вести некрасиво. И фактически это не так. Но тем не менее. В общем, на Safari наезжали, и мне кажется, они нашли для себя хороший выход. И что в этой статье тоже интересно, оказывается, State of CSS очень сильно повлиял на то, какие фичи будут реализованы. Тут прямо вот открытым текстом написано, мы посмотрели, вот результаты опроса State of CSS и решили, вот, там разработчики говорят, у нас вот тут все плохо. Может, давайте здесь делаем хорошо. Тут разработчики говорят, мы хотим вот это. Очень давно хотим. Окей, давайте посмотрим в эту сторону. То есть вот эти опросы, которые мы тут рекламируем в какой-то мере в нашем подкасте, пройдите, перейдите, пожалуйста, по ссылке и заполните, потратите пять минут. Они реально влияют. Вы можете поделиться своей болью, и, может быть, там в 2023 году посмотрят на ваш ответ как популярный. Не держите в себе это все. Кстати, еще про Safari. После каждого релиза Safari Technology Preview Джен либо репостит, собственно, этот релиз и в обычном следующем твитте добавляет. Кстати, а у нас в Антеропе больше всех. И это все прям тоже очень мило смотрится. Типа, да, у ребят появилась не просто причина исправлять совместимость, а еще и такая красивая циферка. Ну да, эти мерилки, они тоже в какой-то мере работают. По крайней мере, я рад тому, как в прошлом году это все сработало. Ну и самый интересный вывод. Оказывается, вот эта вот фокусность на каких-то фичах, она позволила командам работать быстрее и эффективнее. Ну, внезапно. То есть они не прыгают между фичами, накидывая все сразу, чтобы починить. Они действительно фокусируются, получают условно там экспертизу в этой штуке, причем не только внутри команды. Они коммуницируют друг с другом. У них там есть даже целая, я так понял, рабочая группа по некоторым фичам. Они созваниваются полноценно, обсуждают какие-то вещи. Причем они делают ресерч взаимный. Они смотрят друг у друга, как вот, не знаю, в WebKit реализовано смотрит Chrome, как там Firefox подглядывает у WebKit и прочее. Вот они друг у друга смотрят, пытаются понять, как это все сделать наиболее совместимо. И у них поэтому, на самом деле, есть... Вот мы обсуждали как раз интересную вещь, что у них есть ресерч, заложенный в этот год. И он тоже как-то в процентах вычисляется. Но суть в том, что это ресерч без имплементации. Просто ресерч, просто исследование. Так вот, это задел ровно для того, чтобы исследовать какие-то вещи, набросать даже, возможно, черновики спецификаций, уточнить веб-платформ-тесты, чтобы был вот вот эта та самая чиселка в следующем году появилась. У них будут уже тесты, которые они все вместе придумают. Возможно, адаптируют спецификацию, потому что этой спецификации пока что нет. И уже в следующем году просто с готовым ТЗ пойдут это реализовывать. Это, по-моему, обалденно. Это все очень сильно напоминает процессы, которые во взрослых компаниях происходят внутри. Ты типа ресерчишь что-то, планируешь разработку и так далее. Но, с другой стороны, ну, это хорошая сторона. С другой стороны, это напоминает еще и плохую сторону. Ну, условно, если раньше к тебе приходил разработчик и говорил, что у нас тут, не знаю, в таблице ширина, не ширина, при таких-то условиях, ты такой сидишь и думаешь, ну вот наловлю я банку тараканов от разных разработчиков, там 100 штук, багов, простите, принесу своему шефу. Он скажет, ну, потрясающе, ты мне банку багов принес. А если я мамонта поймаю, который мы запланировали эту поимку в прошлом году, он состоит из множества мелких частей, но целиком это мамонт, за это мне премию дадут. Ну, или, в принципе, поймут, что я чем-то важным занимался, а не просто ловил вот такие вот щелкал по штучке. То есть тут еще просто внутренним процессом это соответствует, этот антероп. То есть ты ставишь себе цель, ты понимаешь, из чего она состоит и идешь по ней. И сколько мы знаем багов в трекерах браузеров, которым, не знаю, там, 15-20 лет. И это не просто баг, который во всех браузерах одинаково бажит относительно спецификации. Нет, это индивидуальная особенность каждого браузера, на которую просто люди не могут обратить внимание, потому что, ну, вот так. И я думаю, у многих и вот среди нас, и среди наших слушателей есть в трекерах браузеров Firefox, Safari, Chrome, есть баги заведенные, которые вызовели год, два, три назад. И новостей-то нет. Вы ждете письма. Ну, тем не менее, мне эта инициатива все-таки нравится, что компании между собой стали больше общаться. Они так раньше, в принципе, этим занимались, да? Ну, то есть понятно, что инженеры не живут в вакууме, и даже те самые эпплские инженеры, которых очень сильные, да, им ничего где-нибудь писать не надо. Но они вот в рамках этих рабочих встреч, они в том числе делятся, что у них там происходит, улучшают свои процессы, глядя наружу. Это вот, коммуникация, это важно. Это действительно важно. И мне еще действительно очень нравится история, что они в этот же момент уточняют спеки. Ну, то есть спеки же все-таки пишут часто как теоретически. Да, там стараются продумать максимум, да, там есть этап, когда это должно быть внедрено в браузере для того, чтобы это стало спецификацией, должно быть хоть одно внедрение в браузере. То есть кто-то попробовал, ну, кто-то один. Вот в чем беда. Ну, то есть один попробовал, и считается, что ок, они попробовали, можно делать спеки. Здесь уже процесс меняется. Остальные тоже пробуют и такие, а давайте мы вот здесь вот это поменяем, вот это поведение уточним, вот здесь взаимодействие с другим модулем тоже допишем. И, ну, для меня как человека, который часто опирается на спеки в ожидании того, что в браузерах это реализовано правильно, для меня это важно. Я читаю документацию к браузеру по факту. Ну, как? Я читаю идеальную документацию к идеальному браузеру. И я надеюсь, что браузерах будет так работать. В общем, интересная статья. Если вы хотите вот как раз отвлечься от таких технических прям частей, хотите посчитать про взаимодействие браузеров, это такая интересная история с живыми людьми. То есть это не просто логотипы Хрома, Файрфокса, Сафари и Эрджи, да? А это вот люди, которые рассказывают, что там на самом деле происходит. Рекомендую. Ну, еще небольшой анонс. Это такой Intent2Ship. Я пару раз уже говорил про то, что я подписан в Твиттере на Intent2Ship. В общем, канал такой есть. И он просто периодически постит, что появилось из новенького в Intent2Ship. То есть в том, что собираются сделать. Можно узнавать о каких-то вещах сильно заранее. Мы уже обсуждали такую историю, что 60 FPS, кажется, уже не так актуально, потому что появляются мониторы, которые сильно быстрее работают. Но здесь появилась вещь, которая, с одной стороны, связана с этими FPS-ами, с другой стороны, она вообще в другой плоскости. Дело в том, что в браузерных движках есть всевозможные механизмы запуска задач. И когда вы, не знаю, ставите SetTimeout, там один механизм. Когда RequestAnimationFrame, другой механизм. Есть еще способы синхронизации аудио, видео и так далее. Ну, в общем, там куча механизмов, которые опираются на время. И беда в том, что когда вы пытаетесь этим управлять, браузер старается запустить это... Ну, вот я сказал, запустить через 2 миллисекунды. Но он постарается. Он не обещает вам, что он запустит через 2 миллисекунды, но как минимум там есть для разных задач. Где-то есть как-то... Наиболее точно он попытается в этот временной отрывок попасть. Где-то он чуть-чуть заранее и результат тебе подложит. Где-то вот он, как только закончится этот промежуток, он из очереди начнет доставать. Ну, там как сделано. Если ты ставишь таймер, и браузер на каждом цикле, вот он освободился от задач и проверяет, а что у нас с таймерами? О, эти таймеры закончились. Пора вызвать привязанные к ним колбеки. То есть если ты на каком-то цикле сделал какой-нибудь очень сложный расчет и просидел на нем 2 минуты, то твой таймер на 5 секунд, он через 2 минуты и сработает. Потому что только тогда до него и дойдет. Ну, по факту я даже видел в коде движков while true. Уважаю такие конструкции, но они... Ну, это нормальный способ обрабатывать очередь. Вот. Там внутри есть какие-то слипы в разных местах, но все-таки. Так вот, они решили пойти немножко в сторону оптимизации. Дело в том, что браузер становится все сложнее синхронизировать. Опять же, там те же самые воркеры, ворклеты и так далее. Их тоже нужно синхронизировать, тоже с таким потоком. Чем сложнее становится такая штука, тем сложнее разные ее части делать так, чтобы они без багов работали и общались. И они в том числе заметили, что энергоэффективность так-то проседает. Как бы включаешь вкладку браузера, где у тебя воркеры и все такое. Да, у тебя кэш работает, все грузится моментально, ну и батарея разряжается немножко быстрее. Ну, как бы что-то не то. В общем, у них был эксперимент, связанный с WebRTC, и они попробовали там включить синхронизацию на 120 Гц. То есть все таймеры, они внутри вот этого WebRTC, они синхронизировались вот ровно на 120 Гц, то есть 120 раз в секунду. Выровняли все эти таймеры, и в некоторых случаях это дало прирост энергоэффективности 12%. Ну, кажется, круто. И они решили пойти дальше. Они уже проводили эксперимент про то, чтобы попытаться синхронизировать таймеры вообще все, и выяснилось, что вообще все таймеры так синхронизировать нельзя, потому что есть высокоточные таймеры, которые нужно, чтобы работали вот именно внутри Wild.ru, нужны всякие вещи, которые должны запускаться вот прямо сейчас. Но тем не менее, выяснилось, что для большинства таймеров в принципе синхронизации в 125 Гц нормально. Ну, то есть мы все еще работаем на 60 FPS. Если мы там работаем с Request Animation Frame, вы в принципе рассчитываете на 60 FPS. Если вы там еще какие-то сложные метрики высчитываете, если вспомните, были вот эти уязвимости, как они там назывались, привиденец нарисованная, щит перечеркнутый, Meltdown Inspector, во, я вспомнил. Вот. И из-за них High Resolution таймеры, их тоже тогда сделали так, чтобы они работали медленнее. То есть в принципе, кажется, нам как разработчикам ничего сильно не должно повлиять, если все таймеры начнут синхронизироваться. Ну, просто вот 8 миллисекунд прошло, и он синхронизирует. Снова 8 миллисекунд прошло, и он синхронизируется. Таким образом, браузер становится тупо энергоэффективнее, у него нет просадок из-за вот этого Wild.ru пустого, который все время пытается что-то чекнуть. Он это делает через какой-то промежуток времени. Но с другой стороны, если вы вдруг разрабатываете приложения, которые прям очень сильно опираются на какие-то метрики, именно связанные с каждой миллисекундой, я думаю, это разработчикам всяких видеоредакторов, видеопроигрывателей, аудио. Ну, в общем, везде, где каждая миллисекунда влияет, или вы пользовательские метрики очень точно замеряете. Так вот, просто приготовьтесь к тому, что у вас может что-то случиться, и графики поползут туда, куда не надо. Ну, опять же, в пределах 8 миллисекунд, то есть не так сильно заметно, но просто будьте к этому готовы. У них написано, что они это хотят зашипеть в 107-й версии хрома, но фишка в том, что я сижу уже в 109-й в канарейке, и мне поэтому интересно, как это произойдет. Скорее всего, просто это из старого описания бага, но они подвигали этот issue, и, в общем, да, скорее всего, скоро это придет, просто будьте к этому готовы. Слушай, я не очень понял, как это работает. То есть вот в тот момент, когда мы проверяем таймеры, он проверяет, насколько они рассинхронизированы, и сдвигает это на 8 миллисекунд, чтобы они все совпали? Если я правильно понял, в тот момент, когда ты добавляешь задачу в очередь, он просто очередь разбирает таким образом, что это происходит раз в 8 миллисекунд. Ну, то есть он делает паузу внутри выполнения разбора очереди, не внутри вечного вайлтру, и только за счет этого и получается энергоэффективность. Но глубоко я не копал, потому что это интент ушиб, и разобраться в коммитах там прям капец сложно, и не все коммиты причем торчат наружу. То есть то, что лежит в хромиуме, ок, но они начали экспериментировать, по-моему, в хроме, и, ну, короче, я не смог разобраться, к тому же код не JavaScript, как оказался. И они, оказывается, пишут не на JavaScript тебе браузер. Почему? Зачем? Давно пора. Но они здесь, кстати, говорят, что особо не переживайте, потому что в бэкграунде ваши страницы все равно, там, от одной секунды до пяти минут могут замирать, все таймеры выключаются, и все давно уже привыкли, что таймер штука не точная. Ну, на самом деле, мы даже, по-моему, это обсуждали, в одной из старых версий хрома, 89 или 88, уже был такой анонс, что они начнут синхронизировать JS таймеры по-другому. Раньше вообще все, в принципе, запускалось ASAP. Ну, то есть ты сказал запустить через 2 миллисекунды, он будет стараться запустить через 2 миллисекунды. Они включили, в том числе, вот эту синхронизацию, которую ты говоришь, фоновую. Если страница неактивная, то мы вам обещаем, что будет нечасто. Будьте к этому готовы. Если там вы работаете с тем-то и с тем-то, у них там есть в движке там кусок, который называется метроном. Мне вот очень как музыканту понравилось это название. У них есть метроном, который можно настроить на какую-то герцовку, и вот этот механизм как раз синхронизации, они его уже включали. И они тогда как раз-таки взялись воркраундами. Что делать, если вы опирались на максимально близкое исполнение кода? Попробуйте там, опять же, обзерверы всякие использовать. Вместо того, чтобы просто по set-тайм-ауту трекать, какая у вас позиция страницы, что в целом не очень, интерсекшн-обзервер возьмите, попробуйте использовать. Если вы работаете с GPU, вот вам такой механизм. В общем, они делились этим всем, но в любом случае, если вы заметите, что у вас что-то кардинально ломается в ваших инструментах, вам либо придется переписать на новые опишки, либо как минимум принесите им фидбэк. Этот Chromium bug, он открытый, и вы можете написать свой комментарий и приложить. Смотрите, не делайте, пожалуйста, откатите. Вы мне все сломали. Мне повезло на днях побывать на одном созвоне. Такая группа людей иногда созванивается. Люди непростые. Там и Галя, и какие-то разработчики, и какие-то, в общем, известные люди, которые доступностью занимаются. В общем, такая тусовочка, всякие соавторы спецификаций. Позвали меня туда как-то. Я иногда созваниваюсь. Сижу, смотрю, абсолютно офигевший, на кумиров своей молодости. Вот. И там, в частности, последний созвон был с Николь Сальван. Она, как она определила свою роль, она отвечает за все в Chromium. Project management, скорее, технический. У нее сейчас задача, с точки зрения приоритетов по развитию веб-платформы в Chromium накидать, чем разработчики будут заниматься в 2023 году. И, в частности, вот она созвонилась с этой компанией людей, на которой я тоже был и запичил какие-то свои идеи. Это не единственный, понятное дело, источник. Мы уже говорили, что интеропы формируются из иши на GitHub, из Twitter-тредов, из опросов State of CSS, State of JS. Но, в частности, вот есть еще такой способ. И мы там в течение часа поболтали. И в результате этой дискуссии некоторые написали какие-то посты, и кто-то там какие-то баги зафайлил, какие-то иши завел. И вот, в частности, Леони Уотсон запитчила на этой встрече идею, что нам стоит вернуться к спецификации CSS-спитч. И написала... Николь Сальван буквально сказала, слушай, напиши такой one-pager, то есть одностраничный такой документик простой, и кинь куда-нибудь. А Леони, в общем-то, человек простой. Он написал просто блокпост у себя буквально, по-моему, за час или за два после этого звонка. А в итоге пост, почему нам нужен CSS-спитч. В чем идея? У нас уже много-много-много-много лет существует спецификация, которая описывает с помощью CSS, внимание, как будет звучать контент, который вы показываете пользователю. Не как выглядеть, это фонд-фэмили, например, какой-нибудь фонд-сайз, а именно, как будет звучать. То есть, условно, скорость, тон голоса, то есть питч, то есть высокий, низкий. Какие вещи говорить, какие не говорить. И это самое базовое. Можно еще пойти дальше, можно тип, тон голоса, не знаю, спокойный, нервный, радостный. То есть вы знаете, что когда человек, не знаю, ну вот подкаст-то вот слушаете, когда человек улыбается, его голос меняется. Соответственно, это настроение. Вы можете считывать, когда человек говорит серьезно, с ровным ртом, и когда он открыл этот рот в улыбке, и это тоже слышно. И все это у нас пока нет возможности передать. Не только для скринридеров, но, например, если вы хотите послушать какую-то статью, плюс-минус в браузерах начали появляться инструменты, которые могут вам надиктовать то, что в этой статье. Либо в режиме для чтения, либо просто вы там можете выделить и системными средствами, браузерными средствами что-то прочитать. То есть, если вы просто не хотите ломать свои глаза в течи, которые вы ломали на работе, смотря в код, вы можете попробовать попросить браузеров вам что-то прочитать. И если автор этого сайта, этого контента задумался о том, как бы он хотел, чтобы это прочитали, вы можете получить гораздо более, гораздо менее роботичный, что ли, опыт или звучание этого текста. И, собственно, да, спецификация есть. Не только это. Была уже спецификация XML-подобная, которая типа такой MathML для голоса. Это SSML, Speech Synthesis Markup Language. Но это такое, от этого веет XML, от этого веет стариной. И есть, на самом деле, CSS Speech модуль, в котором есть свойства типа Voice Family, Voice Rate, Voice Speech, Voice Range, Voice Stress, Voice Duration и так далее. Или они предлагают вот что сделать. Взять эту спецификацию, которая медленно, 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 без каких-то вариантов на реализацию развивалась годами. На самом деле, у нее там последний черновик марта 2020 года, даже обновленный, но просто без единой реализации. Взять этот черновик, порезать его на части, оставить только самое важное и реализовать в браузерах. Потому что сейчас все эти голосовые помощники, там, Siri, Alexa, Алиса и прочие-прочие-прочие, они очень сильно внедряются. Кто-то из нас, по-моему, даже делал доклад про голосовые помощники. Может, это показалось. Никит, не знаешь? Не показалось, но там был про один конкретный голосовой помощник. Кстати, в нем тоже можно было в навыках настроить скорость речи, тон, выбрать голос, по крайней мере, можно было. Ну ладно, надо поискать, который это сделал. В общем, голосовые помощники у нас есть. У нас есть интегрированную операционную систему способу читать что-то. Надо сделать следующий шаг. И, собственно, вот есть такая идея, есть прям отдельное направление мысли, как нам внутри CSS оформлять звучание. На самом деле, если поискать в интернете, то в давние-давние годы было одно CSS-свойство, которое очень сильно распространено. И если прям сейчас поискать по всяким этим веб-архивам, то можно найти очень много случаев использования свойства Voice Family. Не знаете, откуда, ребят? Не слышал даже. Нет. Я себя чувствую пенсионером, который сейчас расскажет, расскажет школьникам, как все было. Был такой Box Model Hack. Это когда Internet Explorer и остальные браузеры имели разную блочную модель. И Tantek Chelyk один из людей, который разрабатывал Internet Explorer для Mac в давние годы, версию пятую. И вообще разрабатывал микроформаты, какие-то спецификации. В общем, такой человек в основе интернета. Такой вот Tantek Chelyk написал Box Model Hack. Это такой набор свойств, которые включают одну ширину в Internet Explorer и другую ширину в других браузерах. И там для того, чтобы сбить Internet Explorer со следа, использовалось свойство Voice Family. В общем, почему-то Tantek выбрал свойство Voice Family и это свойство в старых кодовых базах очень сильно распространено. Но реальной поддержки его никогда не было. А сейчас вот Леонид предлагает это все реализовать и мне кажется идея хорошая. Понятное дело, там есть минусы. В чем, собственно, эти минусы состоят? В том, что вам может не понравиться, какие стили разработчик для голоса сделал. Если визуальные стили плюс-минус, но мы привыкли, что сайты разные, то голосовые стили могут быть слишком быстрые или слишком громкие или еще что-то такое. Это, наверное, поначалу может быть непривычным. Но, как и сейчас, если вам не нравится стиль сайта, если вы какой-нибудь, не знаю, на сайт Грубера зашли, почитать про какие-то Apple-овские анонсы, а там мелкий серый текст на темном сером фоне, чудовищно просто, какой-то daring fireball от этого сайта. Прямо люди выпускают расширение для браузеров, чтобы менять стиль на его сайте, потому что он очень известный автор. Кстати, в браузере Arc и работают пользовательские стили, которые вы можете просто закрепить за сайтом. Шикарно. Ну вот, и либо пользовательские стили в виде расширения, либо режим для чтения. Довольно распространенная фича в современных браузерах. И вот, не знаю, я сейчас вижу спецификацию CSS Speech Module у себя в браузере Firefox. У меня в адресной строке маленькая такая иконочка с текстом. Я нажимаю, и у меня не немножко такие уже наскучившие мне стили спецификации в адресе, а у меня появляется этот текст в режиме для чтения, и там есть кнопочка послушать, сохранить, размер шифта поменять. Ну, короче, да, в браузерах есть такое. И то же самое, в принципе, можно встроить в этот режим для чтения, чтобы вы могли взять и настроить или отключить стили, которые автор этого сайта добавил, и те, которые звучат у вас в ушах, поменять тон голоса или просто отключить эти стили. Мне кажется, опасности здесь особой нет, потому что это специальная фича довольно, и которая в любом случае настраивается через режимы для чтения либо через скрин-дридеры, и более того, она, в принципе, может уважать всякие prefers-настройки тоже. Можно добавить какой-то набор prefers-настроек в операционную систему или в браузер, и в итоге вы сможете с помощью медиавыражений написать, что, типа, если user prefers такую-то скорость, прочитай вот так. Если user prefers что-то такое, прочитай вот так. Более того, в трейде рядом с этой фичей было обсуждение, что, типа, а вдруг я хочу, чтобы мой текст на английском языке был прочитан с французским акцентом? Или еще что-нибудь такое. Вдруг это какая-то проза, которая подразумевает, что сейчас общаются два человека с разными акцентами, и можно было бы, если, допустим, допускают такое или в будущем будут допускать всякие синтезаторы речи, можно было бы добавить какую-то индивидуальную составляющую в один или другой монолог. В итоге мы приходим к тому, что это уже будет аудиокнига практически, а не просто текст. В общем, это все немножко такое замороченное, как и спецификации, которые предлагают развивать стили для печати. Это узкий кейс. Но мне кажется, голосовой шире, современнее и назрел. И в этом смысле, прослушав Питч Леони и прочитав ее пост, я абсолютно согласен. Мне кажется, это довольно перспективное направление, хотя нужно делать шаги практически с нуля. Так зачем что-то делать? Можно же просто анализировать. Если все предложения заканчиваются точкой, то читать грубо. Если с Маликом, то весело. Если с большими буквами, то кричать. Но кроме шуток, мы умеем снимать интонации из самого текста. Нам не нужно его раскрашивать голосом, чтобы понять это. И я не очень уверен, что людям с проблемами зрения нужно, чтобы им читали это вот витивато с французскими акцентами или еще как-то. Им важнее, наверное, скорость. Это их надо спросить, как им здесь лучше. А здесь это превращается в какое-то, знаешь, как в нотах пишут, вот здесь играй быстро, здесь потише. Слушай, ну Леони человек незрячий, она специалист по доступности, она общается с кучей людей, которые имеют схожие сложности, так что, мне кажется, она говорит с какого-то опыта. Плюс, если зайти в настройки вашего скринридера, например, вот в твой сойвера на маке, там тоже можно настраивать, каким голосом читается, там мужским, женским, глубоким, тонким, каким-то еще, скорость и все остальное. Тут дело не только в том, что акцент можно поменять, еще можно поменять скорость, можно поменять высоту голоса. То есть, мне кажется, это все имеет какую-то дополнительную ценность, причем, знаешь, что ту гарнитуру, которую ты выбрал для отображения твоего текста, типа моноширинную, рубленную или там с засечками или еще что-то такое, это тоже влияет на восприятие этого текста. И то же самое, если просто зачитано роботическим голосом скринридера, ты теряешь часть информации. То есть, у твоего текста нет той самой стилистической окраски, которая могла бы быть, если бы можно было добавить дополнительные стили. Ну, знаешь, я здесь все-таки с Андреем в какой-то мере согласен, но при этом понимаю потребность в этой фиче, потому что я же, когда читаю текст, у меня там нету, не написано «читай этот текст весело», а вот этот текст читаю угрюмо. Ну, то есть, я это в голове у себя додумываю, у меня вообще никакой озвучки нет, я просто, вот как мой голос звучит, а потом, а, это, наверное, сарказм, тогда прочитаю его вот так. Вот, ну, то есть, это все додумывание. И получится такая история, что я просто сразу, как это технически, допустим, будет реализовано? Если это CSS, то мне нужно каким-то образом завести CSS voice mode инженера, который будет сидеть, прописывать, не знаю, Atomic CSS для вот таких вот вещей, которые будут классы создавать с разными настроениями, у меня появится библиотека настроений, CSS настроений, и я буду должен в контенте где-нибудь, ну, то есть, там, какой-нибудь админке, CMS и так далее, дать контент-менеджерам возможность раскрашивать настроение для каких-то текстов. И я боюсь, это вообще будет жесть, потому что, если что-то кто-то забудет, поставит злой текст на какой-нибудь радостный текст, тот человек, который просто читает, он будет читать нормально, а у него в голове, он понимает, что тут не очень веселые новости написаны, а контент-менеджер запутался, и в итоге человек, который с ассистивной технологией, он читает это все, хе-хе, вот все отвратительно. У меня есть маленький мысленный эксперимент для вас, который, возможно, вас в чем-то убедит, ну или, по крайней мере, заставит задуматься. Представьте, что сейчас не 2022 год, а 93-й. Мы сейчас сидим в браузерах, которые могут просто рендерить HTML и все. И какие-то базовые стили, типа B-bolt, TT-меноширинный, центр, угадайте что. И я сейчас запитчил вам CSS, и вы такие, ну слушай, ну зачем? У нас есть понятные документы, все знают, как они выглядят. А вдруг автор захочет сделать заголовок красным на зеленом фоне, и он еще будет мигать. Это будет чудовищно для пользователя. Нельзя давать такую силу в руки разработчиков. Вы сейчас говорите все то же самое, только про голос. Представьте, что это не просто текст, а это что-то более сложное. Это не документация. Это прям текст, для которого важно что-то передать. Вот для таких текстов это можно использовать. Как и в браузерах стиля по умолчанию, черное на белом, это белое на черном, в зависимости от вашей темы, будут какие-то интонации по умолчанию. И они уже есть. Но если вы хотите сделать следующий шаг, если вам это нужно, сделайте это. Не нужно каждому проекту инженер голосовой. Но тем проектам, которые это нужно, у них такая возможность должна быть, мне кажется. И вот я уже сказал, что пользователю, которым это важно, нужно, это одна группа. Пользователю, которым это добавит новый способ восприятия информации, это другая группа, и она шире. Это просто новый кейс, как 3D, как всякие AR, VR и прочее. Это новый рынок, который обрел новую ценность. 20 лет не было у нас кейса подходящего. Сейчас, кажется, начинает появляться. Знаешь, я больше верю здесь в истории с машин-лёрнингом, и мне кажется, те же самые скрин-риверы вполне могут обучаться на текстах и сами давать нужные интонации, пусть и с какими-то ошибками. Но мы сразу говорим, это у нас работает. Машин-лёрнинг, он может ошибаться. Ну а почему у нас машин-лёрнинг не стилизует наши тексты? Почему он сразу не выделяет что-то? Это заголовок, поэтому давайте сделаем его жирным. Потому что разработчики, дизайнеры хотят иметь контроль, абсолютный контроль. Они хотят иметь возможность написать на отдельной строчке короткую фразу без точки, чтобы она не стала заголовком. Понимаешь? Чтобы не нужно было писать типа AI ignore comment рядышком, чтобы ты сам сказал это заголовок, а это не заголовок. На самом деле я тут, если что, не подумайте, что я против этой фичи. Я скорее озвучил риски, которые могут случиться, и что их надо заложить условно в ту же самую разработку спецификации, когда делаешь такие штуки. Но еще я, к сожалению, понимаю, да, фича классная. Я вообще за любые новые возможности в CSS, которые ничего старые не ломают, и пускай появляются. Чем больше, тем лучше. Чем больше у меня способов подать заявку на доклад какой-нибудь конференции. Так вот, я боюсь скорее, что пока что технологии все еще не готовы к этому абсолютно. Ну, то есть, даже если смотреть тот же войсовер, переключить голос внутри операционной системы, это длительная операция, в том числе, потому что этот движок, он работает в рантайме, и ты на ходу поменять голос, для него бы задача прямо не самая простая. А голосовые ассистенты, которые используются крупными компаниями для своих каких-то продуктов, они не адаптированы под использование разных языков, они далеко не все умеют читать сайты до сих пор. И в целом, с интонациями там вот как раз работает только AI-подход. Ты можешь, на самом деле, там есть спецификация, которая позволяет разметить текст, как его читать. Здесь выдели, здесь сюда поставь ударение. Они существуют. И, собственно, они внутри используются часто там для разметки текстов. Но, ну, короче, я понимаю, что инженерно эта задача, она еще очень сложна, в том числе для того же самого, там, не знаю, вот Firefox, если взять. Если мы берем Chrome, да, Google, у них есть свой голосовой ассистент, они могут позвать команду, они там что-то заинтегрируются. Что делать Firefox, у которой такой команды нет? Там Safari тоже у них, в принципе, есть рядом команда, которая, например, делает VoiceOver, и можно как-то вот с ними. Короче, разработчикам независимых браузеров станет чуть сложнее под спеки подстраиваться. И тогда нам нужно решение, когда у нас появится какой-то движок, который можно переиспользовать вообще везде. С одной стороны, это будет очень классно, если такой появится. Ну, типа, если в Open Source действительно под лицензией используете во благо человечества, я буду очень рад. Но это нужны очень сильные инженеры, которые в этом всем разбираются. Это нужны очень большие мощности на обучение таких моделек, потому что, ну, обучить, звучать голос, естественно, это очень сложная задача, которая требует ну, прям больших ресурсов. Пока что. Но, может быть, мы действительно лет через пять придем к тому, что там каждую голосовую модельку можно будет обучать просто, не знаю, вот модельку подкаст наш засунуть, скинуть текст, и мы будем просто, Вадим будет просто вот здесь отмонтируй, пожалуйста, вот здесь вырежи, и все. Моделька сама все сделает. Ладно, фантазеру. У меня последний аргумент, после которого будет Drop Mic. Я брошу свой микрофон. Нет, не брошу. Вместо Visual Hidden Speak, двоеточие, None. Как вам такое? Это не читай, это не произноси. И скринридеру, и кому угодно. Тоже вариант? Такие же, есть же атрибут, атрибут hidden. Нет, визуально-то нужно, чтобы был, а читать не нужно. А это не является дискриминацией незрячих? Не, ну, если у тебя иконка, лейбл, вот это вот все, кнопка с иконкой, но у нее должно быть описание, но это описание не нужно всем пользователям. Это не дискриминация, это как бы паттерн дизайнерский современный. Но вот здесь мы в опасную такую область вступаем. Это любую фичу можно. Да-да-да, можно сделать большой текст красным на зеленом фоне, и мы уже проходили. Тут завезли быстрый TypeScript. Максимально быстрый. А, как я, мастер желтых заголовков. Ну, ладно, на самом деле завезли TypeScript, мне кажется, чекер в какой-то мере. В общем, новость, которая в Твиттере активно обсуждалась среди тех, кто работает с TypeScript, появился TypeRunner на GitHub. И, к сожалению, пока что это такой proof of concept, который показывает, что некоторые вещи можно делать сильно быстрее, но с некоторыми вещами придется жить дальше. TypeRunner — это, ну, у них написано высокопроизводительный компилятор TypeScript. Но дальше, что он, типа, должен делать? Он должен уметь парсить, он должен уметь проверять типы. Это language server, который уже просто стандарт, мы, типа, без него уже жить как-то не очень удобно. Это дебаг типов интерактивные и информация о типах из других языков. Ну, и дальше опционально, опционально он еще может JavaScript транспилировать, может профилировать типы, и вот RTTE в JavaScript, я вообще не знаю, что такое RTTE, с этим не работал. Ну, это вот, короче, то, что они преследуют, какие цели преследуют. Если вы заметили, там опционально превращение в JavaScript, ну, вот TypeChecking — это то, на что они сфокусировались. В общем, разработчики вот этого компилятора, как они называют, они целятся именно в максимально быстрый TypeChecking. То есть, их задача, ну, типа, нам не всегда нужны все возможности TypeScript. Нам не всегда нужно билдить, например. Нам иногда нужно просто, не знаю, если мы работаем в том же самом редакторе кода, нам нужно просто очень быстро проверить, что типы работают хорошо. Нам нужно очень быстро в проекте, например, посмотреть, что типы не конфликтуют. И это очень важная задача, потому что раньше TypeScript проекты были не такие большие, как сейчас. Ну, в целом, вы просто ставите, не знаю, какой-нибудь Next.js, в нем из коробки у тебя уже там на TSC что-нибудь, куча всего файлов есть, да, и нужно проверить быстро. Короче, задача, кажется, звучит, ну, такая простая идея. Давайте выпилим все ненужное, что нужно при проверке типов, сделаем это максимально быстро и будем с этим жить. Если хотите прикрутить компилятор, можете использовать все еще TSC, никто вам ничего не мешает. Ну, и, в общем, это как-то так завирусилось в Твиттере. Я там видел все-таки вау, классно, мы куда-то там двигаемся, идея суперская. И, ну, есть повод. Они сделали бенчмарки, они, ну, вот собрали вот такую штуку, которая, к сожалению, пока еще не все в TypeScript умеют. Будем объективны, она там, там у них написано. Мы умеем вот в это, в это, в это, примитивами там работаем, вот такими-то типами работаем, с такими еще не работаем. Но мы смотрим в эту сторону. И по бенчмаркам, ну, там просто невероятно. То есть, на холодную, не знаю, вот если брать просто, как, я смотрю прямо у них на GitHub, если мы смотрим просто с строками числа, ну, короче, типы вот эти примитивные, там, для TypeScript, допустим, одну миллисекунду, для TypeRunner на холодную, то есть не, прям уже, когда у тебя есть какой-то там кэш, какие-то структуры сохранены в памяти, 131 раз быстрее, а на горячую 10576 раз быстрее. Ну, это понятно, это я сейчас такой пример взял, который на примитивах. Если смотреть на чем-нибудь вполне себе объектовом, там не такие крутые значения, но 1700 все равно звучит классно. Если говорить про сложные типы, прям вот когда тип, который что-то расширяет и так далее, у них все равно в 400 раз быстрее. Ну, классно же звучит, правда? Единственный недостаток, это всего лишь proof of concept, и пока что он не реализован, но, ну, воодушевляет. Я хочу такую штуку, которая умеет все, что умеет TypeScript, хотя бы в проверке типов. RTTI — это проверка типа фронтайме. А, угу. Тоже то, что многие хотят. Но на самом деле, да, вроде бы это не первая попытка сделать такую штуку, и... Как называлась предыдущая? Я уж не помню. Мы обсуждали, я помню. Да, я забыл. Была еще одна, там на Расике писали, и тоже вроде бы обещали гитей скорости, но все они упираются в то, что у TypeScript'а нет спецификации, а есть только референсный компилятор, и мы должны об него все время сравнивать то, что мы сделали. И поэтому здесь говорят, да, мы вообще будем не все, вот только частично реализуем, остального у нас не будет, и это не будет таким дроп-ин реплейсментом, то есть мы не сможем убрать TSC и поставить туда вот решение на TypeRunner. Поэтому, ну и опять же, они здесь говорят, ну у нас пока еще ничего не работает, ждем ваших денежек, и давайте запилим классную штуку. Не, ну хороший стартап для инструмента, почему бы и нет, не знаю, может быть Microsoft'а тоже взять и просто переписать все вот по подобному же стилю, чтобы он быстро работал, или они докфудят? Ну, на самом деле, тут на GitHub'е как раз и написано, что а почему бы Microsoft'а взять и не сделать так же, или вообще взять под себя этот продукт и заиспользовать его где-то у себя. но вполне себе аргумент нет. У Microsoft'а другие цели. У них есть ограниченный ресурс, у них есть ограниченная команда, которая занимается TypeScript'ом. Microsoft'а это бизнес-компания, им нужно растить этот продукт. Для того, чтобы растить продукт, нужно добавлять новые фичи, которые прям очень сильно ждут разработчики, чтобы им, ну типа, был способ переманить, например, с других языков или с JavaScript'а, ну короче, чтобы пользовались продуктами Microsoft'а. И перформанс, с одной стороны, важная штука, с другой стороны, не дает такого выхлопа, как дают новые фичи. А вот в этом месте важный вопрос. А причины для этого всего есть? Ну то есть, вот вы как разработчики, которые пишут на ТС, наверняка, я не особо, так, лапка его потрогал, есть проблемы со скоростью проверки типов? Ну тут смотря когда, ну смотри, TypeScript же он работает в разные моменты по-разному, у тебя есть... Нет, нет, смотри, вот обычный разработческий опыт, вы упираетесь вот как разработчик, который либо пишет код, либо проверяет его код, либо шипит, либо в CI, ну вот где-то, в каких-то местах. Есть места, где вы думаете, господи, TypeScript, ну почему тебя не переписали на Rust? Иногда да, но это крайне редко. Будем объективны. Ну то есть, среднестатистический какой-то проект, если взять, не знаю, сайт на React, который делается там на NXT, и по факту не такой прям суперсервис с огромным количеством типов, а просто что-то нарисовать сайт с формочками, там TypeScript работает, ну, очень быстро. И я редактирую в VS Code, и моментально вижу подсказки, что все плохо. Но бывают проекты крупные, в которых там у тебя библиотек на 5 мегабайт кода, да, просто вот написанного руками. Это там из них 2 мегабайта, это типы. Вот там, и причем эти типы какие-нибудь рекурсивные, с хитрыми амитами и прочими, ну, то есть вот эти новые возможности TypeScript, которые с одной стороны удобны разработчику, с другой стороны капец, как замедляют проверку типов, потому что там начинаются манипуляции, короче, сама математика типов начинает ломаться в некоторых местах проверки, нельзя сделать быстро. Ты начинаешь как, вот упираемся в алгоритмы, алгоритмическая сложность сравнивания двух списков, да. Короче, бывают такие проекты, в которых, ну, прям капец. Ну, то есть ты запускаешь проверку только типов, без компиляции, и у тебя просто две минуты он гоняет по всем файликам и пытается все сравнить. И потом такой, о, я тут ошибку нашел, но буду попытаться с этой ошибкой еще дальше пойти погуляю, и там все еще хуже становится. Ну, в общем, редко, но бывает. Да, я даже натыкался на такое, что у нас сложились редакторы, что VS Code, что идея, просто из-за неправильно написанных типов, каких-нибудь рекурсивных, и вот здесь большие сомнения, что вот это вот решение TypeRunner решит эти проблемы. Ну, то есть если мы берем простейшие случаи, легко быть очень быстро. Но, когда вот ты берешь такую большую комплексную вещь, не факт, что они просто смогут достичь того, что TypeScript может, и смогут там работать так же быстро, как для простейших случаев. Ну, и беда в том, что мы сейчас не можем проверить. Ну, то есть у них есть эти бенчмарки, которые на простых случаях, которые не поддерживают. Я бы хотел взять и попробовать этот TypeChecker запустить вот как раз на том проекте, где две минуты, все очень плохо, но они не поддерживают то, что там есть. Ну, то есть там уже с типами поработали, как это TypeScript инженеры, которые чисто на типах программируют, собрали свою машину тьюринга. Но, да, к сожалению, этот TypeRunner, он пока это просто не сможет даже съесть. Он не поймет, сломается и все. Но если бы была возможность это проверить, было бы классно. Ну, то есть, допустим, они бы собрали действительно такой проект, выложили куда-нибудь на код sandbox. Смотрите, вот типов на 2 мегабайта. Вот так TSC с ним справляется, а мы это сделали там за секунду. Но это был бы вауфи, но его и пока нет. Это как, знаете, с машинами бывает. Вот берут люди, такую коробочку убийцу, там только двигатель, водитель, и она любой суперкар делает по скорости. Просто из нее вынули вообще все. И нельзя сравнить, нельзя это назвать хорошим Proof of Concept. Мы не можем сравнить, мы сравниваем несравнимые вещи. Поэтому, да. Ну, только ты в эту машину добавляешь ремни безопасности, подушки и ABS какой-нибудь, она становится точно такой же, как и любая другая. Да, к сожалению, да. Либо мы воткнемся в непередаваемую сложность кода, что его просто невозможно будет поддерживать. Да, он будет быстрый, но на следующей итерации, когда чуть-чуть обновится TypeScript, мы такие, ой, а как же мы с нуля что-то будем все переписывать. Ну, в общем, на самом деле, я все-таки смотрю позитивно, потому что я видел хайп вокруг, этой новости. Значит, это заметило сообщество, значит, как минимум, может быть, кто-то законтрибьютит, может быть, кто-то идеи подхватит, может быть, TypeScript обратит на это внимание и попытается все-таки команда Microsoft какие-то вещи, какие-то концепты взять. Не знаю, отдельная опция для быстрого Type Checking. Ну, то есть, просто запускаешь исключительно для фаст, там, минус-минус Fast Type Checking, да. Было бы прикольно, я бы таким пользовался. Но, опять же, здесь хочется, чтобы они выложили что-то прям такое вау, не только репозитория на GitHub без Proof of Concept, но я верю, что это положительная новость, она явно на что-то повлияет. А почему они такие немодные? Почему они написали это на плюсах, а не на расте? На чем умеют. Тут выяснилось, что пока мы обсуждали свежие релизы Хрома, TypeScript и как бы новые классные фичи CSS, CSS-энтерпренеры, известные нам, Мириам Сузан и Табаткинс, серийные производители как бы спецификаций CSS-ных и вообще переворачиватели нашей вселенной, придумали новую фишку. Я каждый раз смотрю новые фичи CSS и думаю, вот эта штука поменяет все. Глядя на эту фичу, я подумал, эта фича снова поменяет все еще сильнее. Мне кажется, тут какая-то экспонентная уже получается история. Чем дальше, тем смелее они мыслят. Короче, давайте попробуем объяснить вам сложную вещь простыми словами и тем более по радио без примеров кода. Я очень сильно постараюсь. В общем, представьте, что у вас есть плохо сделанное, на мой взгляд, меню, в котором вы поставили чекбокс, рядом с ним лейбл и связали их и застилизовали так, что этот лейбл выглядит как кнопка открытия бургерного меню. А рядом положили меню, которое скрыто. И вы нажимаете на этот чекбокс и чекаете, появляется псевдокласс checked, который по селектору, который лежит рядом элемент, он дисплей, блок у него снова. То есть, вы сделали плохое, повторюсь, меню, которое открывается по чекбоксу. Вы что сделали? Вы использовали состояние, которое можно хранить в HTML, вы оперлись на него из CSS и получили вот такой вот тоглер. То же самое details summary. Вы нажимаете на что-то, у вас появляется атрибут open, вы на это состояние можете опираться внутри CSS. То есть, мы сейчас состояние в CSS хранить не можем. Мы можем только использовать состояние на основе классов, на основе атрибутов, на основе каких-то вещей, которые прокидываются в CSS с помощью псевдоклассов. Чек, например, состояние, или там инпутов, что-нибудь такое. Новая спецификация CSS toggles, и, возможно, имя toggles поменяется на что-то, это еще пока очень ранее, даже реализации нет, хотя она пишется, но об этом потом. Эта спецификация предлагает обозначать состояние в CSS, показывать элементы, которые меняют это состояние в CSS, и на какое состояние, и как они его меняют, и хранить это состояние тоже в CSS без использования HTML. То есть, у вас появляется полноценная системы для состояний. С самого начала скажу, мне об этом пишут в explainer, что это не стейт данных, это не стейт того, что вы хотите по-настоящему сохранить, это интерфейсное состояние. То есть, вы, если в интерфейсе что-то открываете, закрываете, переключаете, ну, типа, аккордеон, выпадающее меню какое-нибудь, не знаю, цветовая тема, еще что-то такое, это нормальный юзкейс. Если вы хотите сделать что-то большее, вам нужно идти дальше. Как это работает? Есть много способов использовать эти тогглеры. Я попробую описать самый простой. Представьте, что вам нужно поменять тему на сайте с темной на светлую и со светлой на темную, как-нибудь так. Что мы делаем сегодня? Мы где-то какое-нибудь кастомное свойство на руте ставим, потом его переключаем, ну, в общем, много есть разных способов. Что предлагаете делать с помощью этой спецификации? Вы на руте или на tg.html пишете toggle root свойства и дальше там перечисляете все возможные варианты. Сначала вы задаете имя этого тогглера, ключ такой, а потом описываете его состояние. Например, toggle root color mode 2. Что это значит? Это значит, что состояние color mode находится в активном состоянии 2. Вы с самого начала говорите, в каком состоянии что-то находится. Вы можете также эти состояния неактивные. Если вы просто написали toggle root color mode, это значит, что это состояние не активировано. дальше вы идете к вашей кнопке какой-нибудь на странице и пишете свойства toggle trigger. Это свойство color trigger принимает в себя значение, допустим, имя вашего триггера color mode. Если вы просто напишите toggle trigger color mode, он возьмет ваш триггер, описанный выше на html, и переключит в следующее состояние. По умолчанию в список. То есть, допустим, если там было 2, он из этого сделает 3. Там можно, допустим, сделать список, описание. В общем, если объявлять его, кстати, без значений, просто color mode написать в руте, он примет значение 0 по умолчанию. А если вы его триггерните, он станет 1. 1, 0, 1, 0. Он будет так переключаться. Но, если вы описали список значений, можно идти, можно сказать, выбери следующее, выбери предыдущее. И дальше на любом другом элементе, который вложен в ваш рут, то есть, все-таки по дому должна быть какая-то вложенность. В любом другом элементе вы пишете псевдокласс toggle, и там, допустим, внутри псевдокласс toggle, это такая функция, вы внутри пишете color mode пробел 2, например, или dark, или light. И там, под этим псевдоклассом, применяете те стили, которые смачились на этот псевдокласс и соответствуют тем состояниям, которые вы описали, и тому состоянию, которое было выбрано с помощью нажатия на эту кнопку. Это самый-самый-самый простой пример. Вы в объявлении вашего toggle рута можете использовать списки, то есть, вы пишете в квадратных скобках, не знаю, dark, light, contrast, например. Вы внутри вашего тоглера можете конкретно указать, куда вы собираетесь переключаться, то есть, вы можете написать toggle trigger color mode set dark, то есть, вы установили dark, или можете написать color mode next, и он по списку перейдет к следующему, или можете написать color mode prev, то есть, по сути, вы можете сделать галерейку себе, кнопку вперед-назад, которая переключает слайды внутри галереи, вы можете переключать тему на сайте, вы можете скрывать, показывать что-то в аккордеоне, более того, есть группы, вы можете использовать свойство toggle group, задать ему имя, и когда вы переключаете что-то, только одна из, один из участников этой toggle group будет показан, вернее, будет получать, все остальные будут автоматически выключаться. Также они встроили свойства toggle visibility для самого-самого популярного юзкейса, вы хотите что-то показать или спрятать, вы можете прямо сказать toggle root какой-нибудь, а потом переключить toggle visibility, не указывая там display none, еще что-то такое, просто типа toggle visibility и название вашего тогглера, все, и вы тем самым получите что-то показанное или спрятанное. Есть планы добавить этому всему доступность встроенную, то есть условно, если вы указали ваш toggle trigger на заголовке и пользователь, не знаю, кликает или тапает по этому заголовку, то у этого заголовка давно появляются подходящие роли и так далее, и так далее. То есть есть планы сделать так, чтобы вся доступность, связанная с этой спецификацией, она менеджилась на уровне браузера автоматически, без необходимости разработчикам что-то дополнительно писать. Именно то, как, на мой взгляд, платформа, собственно, и должна работать. Я еще на самом деле вижу тут в explainer есть возможность не только вручную этот тоглер триггер дергать, а есть возможность это через CSS, как мы это со счетчиками делали когда-то. Ну, я до сих пор делаю в некоторых демках. Ну, то есть при встрече какого-то селектора с таким-то состоянием оп, триггер сработал. Ну, это как бы нормально. На ховер там, например, повесить. Ну, да, да, да. Так вот, я сейчас понимаю, что мне придется переделать мой доклад CSS язык программирования. У меня появится гораздо больше аргументов, потому что раньше, ну, типа, машины Тьюринга. Единственный способ для CSS, это нужно добавить HTML и добавить человека, который сделает первый клик, сделает первый инпут. Классические тесты, которые показывали, человек должен кликать туда, куда ему подсвечивают. Я когда-то смог собрать демку, где ему достаточно кликнуть в одном месте, но на CSS переменных я разрезовывал так, чтобы оно прокидывалось дальше, и все уперлось в то, что браузер, оказывается, у него есть ограничение на длину строки, а когда CSS переменная склеивается, точнее, когда вы вызываете var, внутри есть другой var, он на самом деле всю эту строку хранит, и там у меня демка, короче, ломалась. А вот с этой штукой я смогу сделать просто бесконечное полотнище, которое будет делаться просто CSS-ом, без чего. Я хочу, хочу эту штуку. Ну, я думаю, тебе нужно будет весь доклад выбросить и просто сказать, используйте вот это вот тоглеры. Мне кажется, что людям, которые не считают, не знаю, CSS или HTML языками программирования, никакая машина Тьюринга ничего не добавляет в их мировоззрение. Если я пишу код, который что-то делает в браузере, это язык программирования. Камон. На самом деле, ты сказал важную вещь. Появляется хранение состояния в CSS. И это прям такой break and change. Ну, то есть, до этого у нас были какие-то хранения состояния в виде переменных, которые можно было хитро прокинуть. Были там системные состояния, которые мы можем достать, current color, древняя переменная. Но это такие состояния, которые ограничены спецификацией. Здесь мне, как разработчику, дают фичу. Документации не написано, что я ее могу хранить как стейтмен, использовать как стейтменеджер. Но я-то в голове у себя знаю, что я могу это делать. И причем, я так понимаю, там будет это проращиваться на большое количество всяких переменных и так далее. А учитывая, что с переменными уже сейчас можно делать всякую магию, математику и так далее, ну, я могу реально запихнуть вычисления в CSS. Что меня, кстати, пугает. Потому что CSS не для этого. CSS он для стилизации. Но в целом, в целом, мы можем многие вещи из JavaScript унести. Это станет работать только на уровне рендеринга страниц и JS будет для вычислений и для интерактивности всяких. Это круто. Ну, короче, я прямо сейчас, у меня фантазия разыгралась, я даже не знаю, хорошо, плохо, страшно, нет. Я не хотел об этом говорить, но, видимо, придется, чтобы просто не испугать людей, которые пока не начали читать этот документ. Там еще предлагается синтаксис для стейт-машин. Да, я его увидел. Ну, это очевидно. Ну, просто вот это все, оно идет к стейт-машине. И вот это страшно, потому что, ну, типа, сейчас JavaScript-разработчики, надо почему-то писать CSS и JS, которые используют CSS-стейт-машины, чтобы прокидывать его в JS. Я не знаю, почему нет. к слову JS, будет JavaScript-овый IP, чтобы можно было получить это все не просто с помощью парсинга CSS и там еще чего-то такого, а прямо непосредственно получить эти состояния от рутов и от конкретных элементов. В общем, это все пока обсуждается, и этот explainer, как любой хороший explainer, говорит о том, что чем эта спека потенциально занимается, чем она не будет заниматься, для чего она не подходит, какие есть следующие шаги, какие есть сомнения. Это вот именно на этом этапе. Это не спецификация, которую сейчас все браузеры кинут реализовывать. Слово про реализацию. Я услышал от Николь, собственно, во время этого разговора тоже мы немножко поговорили про эти тоглеры, и в 108-м хроме за флагом появится первая реализация, которая сделана не для того, чтобы зашипить ее в 109-м хроме, или даже не в 110-м, а для того, чтобы сделать юзер-тесты, чтобы показать это разработчикам, чтобы показать это пользователям, чтобы просто понять, как это работает. И на самом деле это не первый раз, когда у нас появляется какая-то фича в CSS, которая несколько лет живет за флагом, пока наконец-то мы не урубимся, как она работает. Очень много из того, чем мы пользуемся каждый день, жило за флагами долго достаточно. Эта фича тоже будет жить со флагами очень долго, как минимум, пока все браузеры не договорятся, или хотя бы парочка браузеров не договорится, каким образом это все сделать, пока спеку не зафинализирует. В общем, не воспринимайте это то, что вы сможете использовать завтра, но думайте о том, что послезавтра. Ну ладно, в общем, через несколько лет эта штука может подрасти и появиться в браузерах, учитывая темпы современные. Ну, во-первых, мы скоро сможем попробовать, во-вторых, это тот самый момент, когда нужно подпрыгнуть и закричать, я согласен, я не согласен, и я видел большие треды в Твиттере, людей, которые очень сильно сомневаются, что эти состояния нужно держать исключительно в CSS. Многие говорят, что для этого нужно HTML, и одна из проблем, которые хочет решить эта спецификация, это чтобы вы связь между элементами, toggle-рутом, допустим, и элементом, с которым вы хотите что-то сделать, чтобы вы эту связь не прописывали с помощью айдишников. Айдишники — это проклятие, на самом деле, HTML, их нужно держать уникальными, а если вы случайно промахнулись, у вас один айдишник может затриггерить что-нибудь другое, и это, в общем, беда-беда. И если бы они сделали эту спеку на основе айдишников, как способ адресации между элементами с помощью HTML-атрибутов и так далее, все было бы гораздо сложнее. Тут CSS, тут декларативный подход, вы не говорите, сходи к этому айдишнику и сделай действие. Вы говорите, если селектор смачивался, сходи, и если селектор смачивается на большее количество элементов, ну, в общем, да, они все сработают, но все не требует уникальности, это убирает этот момент ошибки и необходимости генерировать что-то уникальное. Так что декларативность CSS в этом смысле очень сильно помогает. Айдишник, он же, в принципе, хоронит компонентный подход, потому что ты не можешь уже сделать такой компонент, но у тебя уже будет не уникальный. В общем, пока дискуссия идет, присоединяйтесь. Мне кажется, за этим большое будущее. Я еще не сформировал собственное отношение к этому, но пока я читал Эксплейнер, я кажется, ну, словно, когда пока я сидел в третике в Твиттере и читал, у меня внутри же было что-то такое типа, ну, зачем? В CSS это все хранить, это все-все неправильно. А потом я читал Эксплейнер, думаю, да норм. То есть, это следующий экспоненциальный, повторюсь, шаг по развитию CSS, но кажется, все логично, продумано, и количество вообще сценариев, которые продуманы в этом Эксплейнере, количество примеров и вещей, о которых они подумали всерьез, очень-очень-очень большое. Но если вы придумаете что-то, чего здесь не хватает, хороший пример или контрпример, когда это не работает и вообще популярный вискейс, а как бы эта штука его не учитывает, приходите. Есть черновики, есть ссылки, есть репозитории, есть просто твиттеры Табаткинса и Мириам, в которых можно зайти и сказать, есть проблема. Или сказать, обалдеть, мне нравится. Тут случилось невероятное. Второй наиболее активный мейнтейнер Emotion пишет о том, как они у себя в компании Spot отказались от CSS NGS. Ну, то есть человек разрабатывает CSS NGS и такой, ой, а что-то как-то не очень. Вот мы тут у себя посмотрели, посмотрели, но он написал целую статью и пришли к тем же выводам, про которые люди уже не первый год на самом деле говорят. Ну, тут он делит. Да, давайте по порядку. У него здесь есть хорошее, плохое и уродливое CSS NGS. Хорошее — это то, что у нас все в таком локальном скоупе, не нужно думать про имена, все хэшируется. Сразу же CSS модули это умеют. Также мы держим CSS рядом с нашими компонентами. Очень удобно. Мы всегда знаем, какой CSS относится к какой компоненте. Потому что когда мы пишем CSS в отдельном файле, где-то далеко, то в итоге мы приходим к тому, что этот компонент может быть давным-давно уже из кода ушел, а CSS к нему остался. Когда рядом, это называется как колокейшн. Все хорошо. И CSS модули это тоже умеет. Кстати, это умеет и BAM, если делать его с правильными сборщиками. И третье — это JavaScript переменные, которые проникают в наш CSS. Очень удобно. Опять же, вот, наверное, за что больше всего любят CSS и JS, что когда мы описываем CSS, то в него пропцы наши в React проникают сразу же. Не нужно делать какой-то вот слой маппинга, где мы переведем это в CSS переменной. Вот. И это уже никаким вариантом не заменить. Это прямо вот такое большое преимущество. Также у него есть маленький раздел про нейтральное, что это новая технология. Ну, какая новая технология на 22-й год? Все разработчики, в общем, любят новые технологии, поэтому стал популярен в CSS и JS. Плохое. Оверхед в рантайме, увеличивается бандл сайз и засоряется, ну, конкретно здесь он говорит про эмошен, засоряется дерево в React. И мы когда смотрим, мы видим кучу дополнительных каких-то оберток, которые покидывают наши CSS пропцы и дебажить нам становится тяжелее. Уродливая — это скорость. Здесь самая большая проблема в скорости — это то, что чем больше мы вставляем вот этих наших CSS-правил в рантайме, тем медленнее работает браузер. Тем более, если в наши правила попадают пропцы, то все это перерендеривается на каждое изменение компонента, то есть вот вы где-то указали, что ваш цвет, например, он прилетает через пропс-компонента. Значит, как только он поменялся, вам нужно пересчитать еще и хэшик и все это заново вставить. И чем больше у нас такого, тем медленнее работает наш сайт. Вот тут он конкретно говорит, конечно, про их решение и то, что они у себя там в спот написали, и вот у них там получилось чуть ли не на 50% дополнительной потери, скорости по сравнению с SaaS-модулями. Я удивлен, что среди Agly нет неупомянутой отладки. Я не знаю, какой у вас опыт, но те CSS, с штуки, с которыми я работал, ты получаешь в DevTool, в браузере абсолютное месиво. Ты не понимаешь, то есть ты получаешь, не знаю, вот в моем случае сейчас, у меня сейчас на работе, ты получаешь div с однобуквенными классами, которые комбинируются на основе, ну, такой атомарный CSS, автоматически сгенерированный. У нас используется фела за CSS и JS такое решение. Ты в итоге тоглишь отдельный класс, но они тоглят все эти классы на всех элементах на странице, и ты сидишь и думаешь, из какого-то компонента пришел, я не знаю. Как мне поменять какую-то конкретную часть, понять вообще, из чего ты состоишь, я не знаю. И мне нужно идти в дерево в React, искать этот компонент там, идти в его стиле и ждать, чтобы мой сборщик медленно обновил то, что у меня в браузере, когда я тестирую идеи. То есть мне нужно попробовать быстрые правки сделать в CSS и JS, и в итоге я упираюсь в то, что скорость своего сборщика, скорость этого лайфрелоуда. В общем, я ни разу еще не видел хорошего экспириенса по отладке в стиле написанных в CSS и JS. Может быть, вы знаете. На самом деле, Styled Components, ну, наверное, Emotion имеет режим разработки, когда он у тебя не просто хэшик вписывает, а имя компонента и хэшик. И тогда становится чуть легче. Ты видишь, из какого компонента прилетел этот класс. Да, кстати, здесь он еще говорит проблемы со всякими сложными кейсами. Сплывает, если посмотреть вышки, то там постоянно переезжаем с 17 на 18, а кучу всего надо чинить, где-то что-то отвалилось, где-то у нас неправильно склеились, порядок стилей поменялся, еще что-то. Ну, потому что сложная вещь, и она, конечно, у нее бывают какие-то сложные кейсы. В общем, они это все померили, померили и решили, давайте уходить, давайте уйдем на SaaS-модули, потому что им очень нравятся nested-селекторы, которых пока еще нету в CSS. Не знаю, не могу здесь с ними согласиться, что это вот прям такая вот была очень важная вещь, чтобы перейти на SaaS. Чем-то им обычный CSS не нравится, что в нем чуть больше писать, чуть хуже DX, по их словам. В SaaS-модули их устроили, и утилити-классы. Причем самое удивительное здесь, когда он говорит, а нам нравится Bootstrap. И мы взяли из Bootstrap'а, скопировали утилити-классы, загрузили к себе, и вот это у нас сейчас работает вместо, собственно, Emotion'а. Что-то очень такое, этот взрыв из прошлого, мне кажется. Я когда-то так же делал, мне нравились отдельные утилити-классы Bootstrap'а, и я их себе копировал и использовал. Да, но неважно, как ты используешь классы атомарные, не атомарные, из Bootstrap'а, не из Bootstrap'а. Важен сам принцип, где ты пишешь CSS, и как он попадает в браузер, в каком виде он там существует. Мне кажется, это важнее, чем их там стилистический выбор какой-то. Единственное, я вот здесь не понял статьи, как же они обошли проблему с забрасыванием динамических свойств. Они как-то это обошли. Он говорит о том, что CSS-модули имеют какой-то режим экстракта, где можно как-то привязаться к стилям внутри. Да, там, по-моему, они умеют из каких-то JSON-ов что-то там брать, при сборке какие-то переменные получать, и можно прокинуть, не знаю, ваши какие-то дизайн-токены или еще что-то такое. То есть, тут важно сказать, что тот SASS, который вы знаете, типа собачка переменная, вернее, собачка какой-нибудь там миксинг, доллар переменная и так далее, вот этот базовый-базовый-базовый SASS, который вы выучили, не знаю, пять лет назад и с тех пор используете, это не современный SASS. Современный SASS, он развивается, там есть какая-то система модульности, там есть какие-то новые фичи языка, которые подходят как создателям библиотек SASS, так и разработчикам, которые на SASS пишут. Поэтому, если вы давненько SASS не трогали, вы удивитесь, там много чего нового появилось, это не просто найти и заменить все доллары на назначение или на свойства или собрать селектор из двух частей. Нет, это гораздо больше. И в принципе, я немножко удивлен слышать, что ребятам хватило этого, но если хватило, значит, там все есть. В общем, понятное дело, что там нужно было накидать всякие там плагинов и всего остального, но работает, и более того, в браузер это попадает как живой CSS, не раздувая вас JS-бандл. Это, по-моему, гораздо важнее, чем все остальное. Ну и здесь еще он сравнивает с компилируемыми CSS and JS, конкретно с библиотекой Compilot, говорит, у нее тоже есть такие же проблемы, что это все маунтится дополнительно, что у нас появляются обертки, какие-то болерплейты, проблемы с динамикой. Ну вот линария была на слуху, есть библиотека, которая умеет экстрактить, которая не просто зашивает это все в бандл, но, да, это все по-прежнему объединяется, привязывается к вашему реакту, к вашему вот этому всему окружению, которое регулярно меняется, и вам нужно апгрейдить, и вы получаете, не знаю, проблемы со сборкой, невозможность перейти и использовать следующие возможности в вашей основной библиотеке. В общем, мы все это очень часто слышали, но здесь главное отличие в том, что говорит ментейнер Emotion, а мы отказались. У меня есть старинный доклад «Мой ванильный CSS», и там очень похожая ситуация. Я там ближе к концу цитирую Ти-Джея Головычука, который написал два твита. Один твит в 2013 году, типа это твит, анонсирующий работу над реворком, то есть инструментом, который стал основой библиотеки Stylus, если вы знаете, такая альтернатива такому препроцессору CSS. И тут же рядом его твит 2017 года, типа стал использовать ванилы CSS. So edgy, типа вообще на краю. То есть иногда ментейнеры-разработчики поиграли с какой-то темой такие, господи, куда это не туда я зашел, и возвращаются к основам. Возможно, это второй твит был ироничный, но мне понравилось. Да мне кажется, нет никакого не туда. Ну то есть если посмотреть, каждый инструмент появляется из какой-то потребности. И в какой-то момент времени у нас просто в браузере, например, нет каких-то механизмов, которые позволяют делать какие-то вещи удобно. И опять же, потребности рынка. Нам нужно сегодня запустить стартап, потому что у нас сегодня там завтра раунд какой-то инвестиции, мы должны это сделать максимально быстро, и вот нас умеют ребята CSS и SGS. Да, не очень классное решение, да, оно не перформант, но в целом для быстрой разработки оп, я сделал фреймворк. Все, вы им пользуетесь, у вас все выглядит хорошо, все работает. Но мы теперь просто пришли к тому, что Google начал за перформанс банить выдачу в Google, опускать ее на страницы другие. И все такие, а, так перформанс это оказывается важно. Ладно, давайте думать дальше, что мы еще можем сделать. И кажется, CSS и SGS было классно, но возвращаемся к CSS нативному, который работает сильно быстрее. Знаешь, чем проблема, в том, что ты один из немногих людей, которые так думают, которые серьезно думают, что CSS и SGS это проблематичная неудобная технология. Многие говорят, большинство, я уверен, говорят, что наконец-то у нас CSS пришел в ту форму, в которой им наконец-то можно пользоваться. Ты наконец-то можешь писать его внутри SGS, использовать всю эту джавоскриптовую логику, чтобы генерировать ваши CSS. И там много классиков. Взял одно свойство и там с помощью пропсов накидал ему значения или скомпоновал какие-то классы. Вообще не думаешь про каскад, про все это наследование. Ну ладно, с наследованием у тебя особых вариантов нет, наследоваться будет. Но вот хотя бы про каскад и специфичность, там еще какие-то вещи. Инлайн стиль накидал, но все нормально. Вот этот подход настолько распространился, настолько вредит вебу современному, что вот родилась подобная статья. Человек не просто такой, как, господи, у меня работает технология, а громко высказался. И это важно, чтобы все знали, что CSS и SGS это потенциально плохое, более хужее решение, чем вы можете сделать. И это появилось не потому, что CSS сложно писать. Надо просто вспомнить, почему это появилось. Потому что на React по-быстрому захотели натянуть систему работы с CSS какой-то, которой в нем не было. И используя вот это вот его внутреннее устройство, React, решили накидать что-то. И получилось. Не потому, что задача была, не потому, что вот жизнь подсказала. Сделали хаки, и вот у этих хаков есть название, они продолжают развиваться, хотя можно лучше. Я все-таки, знаешь, с тобой немножко здесь поспорю, буквально чуть-чуть. CSS и SGS это хороший, полезный инструмент, примененный в правильном месте. То есть, если ты используешь его для провязки того, что нужно прокинуть из джаваскрипта в CSS быстро, ну, у тебя просто есть прослойка, которая это делает. Все, на каждом этапе рендера она это подставляет в правильный момент, динамическое значение. Например, ты делаешь какой-нибудь слайдер, который прогресс рисует. Это вот то самое применение, которое нормально. Так для этого не нужен CSS и SGS, для этого нужно просто React дом, не соглашусь. Здесь все-таки для всяких SVG это очень удобная, полезная штука. И вот конкретно для каких-то таких кейсов это полезный инструмент. Но когда туда начинают пихать просто ключ-значения с константами, вот это уже люди просто ленятся изучить CSS на весь этот класс. Но это полезный инструмент. Я бы не стал его гнобить, что это ошибка. Он может решать некоторые задачи эффективнее, чем ты будешь это пытаться делать через классы CSS переменной и прочее. Просто его варят неправильно много в проектах. Мы в свое время, когда внедряли в Яндекс деньгах Stylid Components, основная причина была это именно динамика. То есть нам нужно уже было что-то тематизировать. И это никак нельзя было сделать средствами обычного CSS. В тот момент еще Custom Properties появлялись, но не были раскатаны везде. Нам нужно было поддерживать очень старые браузеры. И вот тогда мы приняли решение, что мы все-таки разрешаем Stylid Components. И об этом, конечно, мы позже много раз пожалели, потому что код превратился в нечитаемое месиво. Там действительно внутри CSS появилась куча какой-то странной бизнес-логики. Это иногда невозможно анализировать даже. Как-то статически пытаешься найти вот места, где что-то тебе надо, а там все как-то склеивается, вычисляется функциями, еще что-то. Ну ужас. Был хороший декларативный язык, да, а получилось месиво абсолютно. Но у нас не было варианта. То есть не было, ну, кроме как писать какие-нибудь инлайновые CSS, разве что. Других не было. Поэтому, да, вот пришли, но сейчас от этого можно отказаться. Поднять это на уровень того, что, да, мы динамически как-то в тему, например, там, закидываем наши кастом-пропертис, проставляем их, и все. И дальше хватает обычного CSS. С вами был 341-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко, сам по себе Вадим Макеев и мифический фуллстек Андрей Мелехов. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Услышимся на следующей неделе. Пока. 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 Субтитры подогнал «Симон»